Красная зона, скафандры и шлюзы. Картина из фантастических фильмов, ставшая обыденностью с осени прошлого года, Хабибская центральная больница вошла в состав основных ковид-госпиталей республики, в которых ежесекундно спасают человеческие жизни. Четыре месяца врачи и медицинский персонал стоят на страже здоровья пациентов, отражая яростную атаку коронавируса. Фатима Даурова о работе госпиталя и нелегких буднях медиков. Контроли тотальной дезинфекции. В красную зону, где лежат коронавирусные больные, врачи Хабибской районной больницы, перепрофилированные в ковид-госпиталь, ходят только в спецкостюмах. Через несколько часов в нём пот начинает заливать глаза. Становится тяжело дышать от жары и от влаги. Ходить в туалет и пить нельзя. Но врачи и медицинский персонал терпят и продолжают работу. Каждая смена – вызов их опыту, профессионализму и человечности. С момента начала работы госпиталя, в принципе, мы не испытывали кадрового дефицита. В связи с тем, что в основном на работу в госпитале были приглашены и основную нагрузку на себя взяли работники Хабибской ЦРБ. То есть у нас произошло перепрофилирование всех отделений, соматических отделений, хирургического, терапевтического, гинекологического и так далее. И все те врачи, медсестры, санитарки, которые работали в данных отделениях, перешли в инфекционный госпиталь в соответствии с требованиями 198 Н-приказа после того, как они прошли обучение на портале непрерывного медицинского образования. За 4 месяца работы госпиталя и стационара с заключением здоров выписано 878 больных. На сегодняшний день на лечение остается 124 пациента. Госпиталь обеспечен всем необходимым для оказания помощи больным – медицинским оборудованием, медикаментами, СИЗами для персонала. Количество больных, оно сейчас, вот на сегодняшний день, идет немного на убыль. Мы в сутки принимаем от 5 до 8 больных. В середине декабря были эпизоды, когда мы принимали очень много больных. Даже были сутки, когда мы приняли за сутки 27 больных. Вообще требованиями нормативных документов Минздрава Российской Федерации должен быть определенный запас коечного фонда по субъекту. На сегодняшний день по Карачао-Черкесии запас свободных коек составляет более 25%, что соответствует требованиям, приказами Минздрава Российской Федерации. У каждого пациента своя история болезней, требующая предельной концентрации врачебных навыков. Ситуация может измениться внезапно в течение достаточно короткого периода времени. В ковидный госпиталь поступают пациенты с различными патологиями. Поэтому их лечением занимаются и профильные специалисты. Когда больной поступает с большим количеством сопутствующих заболеваний, идти именно по методическим рекомендациям Министерства здравоохранения или по стандартам лечения очень тяжело. Иногда больные и тяжелеют, и состояние ухудшается. Однако мы стараемся, чтобы все-таки больные, которые находятся именно на стационарном лечении, получали все необходимое. Санитары отвечают за уборку помещений, раздачу еды и за передачу личных вещей и продуктов питания пациентам. Пакеты родственникам передают от души. На этот счет у главного врача тоже есть свое мнение. То, что касается питания больных, с момента открытия госпиталя у нас никаких проблем практически нет. И вот хотел бы тоже воспользоваться случаем, попросить все-таки родственников такое количество еды и различного рода напитков не нести в госпиталь. Потому что все, что необходимо для питания больного, чаще всего родственники это объясняют тем, что они родственники ослабленные. Им хочется все, что необходимо у нас есть. В условиях красной зоны каждый человек, работник он или пациент уже считается героем. Задача же у населения проста. Проявить геройство, соблюдая санитарные нормы. И при первых признаках болезни звонить своему участковому терапевту. Хатима Дорова, Рашид Токов, Вести, Карачаева, Черкесия, Хабес.